В Екатеринбурге в 10 часов утра, при довольно-таки пасмурном, но все-таки естественном освещении, на перекрестке Бардина-Чкалова, что в самом-самом сердце юго-западного спальника, возле парка Чкалова, приключился не сильно разрушительный замес с участием Volkswagen Polo, приписанного к каршерингу Deli Mobile. Но он не виноват. Декорация такая. По Бардина со стороны Ясной в направлении Амундсона катился красный форт со жгучей брунеткой за рулем. На перекрестке с Чкалова черновласой пилотке запонадобилось пойти налево, и она тормознулась, пропуская всех встречных прямоходящих. Но волею небес, перед ней на встречке остановилась газель с фургоном на загривке и перегородила напрочь в брунетке обзор. То есть, что творилось за газелью, фордоводка явно не видела. В какой-то момент она почему-то подумала, что все встречные болиды иссякли и рванула налево, а там, в правом ряду, оказался немецкий каршеринговый половичок, который ехал на зеленый, и поводов тормозить у него не наблюдалось вообще. В итоге Фау В в попытке увернуться влетел передним углом в фордовскую дверь смертника, за которой, по счастью, никого не оказалось. А до Брюнды было далековато, да и рулевой шеринга успел сбросить скорость, в общем, обошелся замес без покалеченных. Брунетка выскочила из своей красной машинки, засуетилась, достала мобилу, стала кого-то вызванивать, хотя, может, она просто ГАИ вызвала. Если ОСАГО имеется, то ей за такую вмятинку переживать вообще не стоит. А вот пилоту, взявшему Полу Тенце в поминутную аренду, придется рулиться с каршеринговой конторой и доказывать, что он не верблюд. Ну, хотя есть же видеозапись, на которой видно, что Volkswagen S не виноват. Вы спросите, почему S? А, ну, потому что Пол О. А, ребус, троллейбус. Продолжение следует...